К другим темам, собственники различных категорий недвижимости сегодня последний день оплачивают налоги на имущество физических лиц своевременно. Уже с завтрашнего дня за каждый последующий день просрочки налогового платежа всем неуспевшим будут начислять пени. В уходящем году в последний раз применялся инвентаризационный порядок исчисления налогов. С 1 января следующего года все расчеты уже должны производиться по кадастровой системе. В том, как это будет работать, разбирался наш корреспондент Иван Подоницын. Налог на имущество за 2015 год зависит от инвентаризационной стоимости. Сейчас она применяется с учетом индекса дефлятора в размере 1,147. Тогда и в следующем году уже будут тоже платить по инвентаризационной стоимости? Да, в следующем году тоже самое. Сколько примерно у меня тогда цена получает? В следующем году тоже будем рассчитывать налоги от инвентаризационной стоимости, но будет применяться уже другая ставка. Коэффициент дефлятора и налог у вас будет чуть побольше. В 2018 году мы уже будем переходить к кадастровой стоимости и там уже будет другая методика по исчисления налогов. Кадастровая стоимость недвижимости приближена к рыночной. Исчисление налога на ее основании введено в 58 субъектах Российской Федерации. Вопросы введения нового порядка расчета налога на имущество физических лиц на прошлой неделе рассмотрели на круглом столе в парламенте республики. Во-первых, надо приводить в порядок саму оценку. Это самое первое. Сегодня кадастровая стоимость жилья в том числе для физических лиц рассчитана оценочными предпятиями частного характера. Республика Российской Федерации решила перейти на единую методику. И в 2017 году у нас в республике создается ГБУ по оценке. На сегодняшний день с информацией правительства более 77 тысяч объектов сегодня не платят. На эти объекты граждане не платят налоги, не с инвестиционной стоимости, потому что его нет. Не с кадастры, потому что кадастры мы не ввели. Тем временем налоговые ставки на территории города Якутска уже установили. И с 1 января они будут действовать. Окружная администрация совместно с налоговым органом провели предварительный анализ. Сравнивали суммы налога на инвентаризационной и кадастровой ценовой основе. Было рассмотрено около 100 различных объектов недвижимости. В большинстве случаев сумма будущего налогового платежа оказалась меньше действующей. Например, если собственник четырехкомнатной квартиры 112 серии метражом около 80 квадратных метров сейчас платит около 6 тысяч налога на имущество физических лиц, то по итогам 2017 года этот же платеж должен составить на 900 рублей меньше. Это только одна из ситуаций. В остальных снижения варьируются от 15 и до 90 процентов. Но рано радоваться. Такие суммы платежей это льготы переходного периода, который продлится до 2020 года. В течение пяти первых лет с момента введения налога от кадастровой стоимости будет идти уменьшение налога в том случае, если налог от инвентаризационной стоимости был ниже. Соответственно, в 2017 году это будет снижение на 80%, в 2018 году на 60%, далее на 40% и на 20%. Соответственно, это раз. А во-вторых, у нас установлена также преференция в отношении жилых домов. Это 50 квадратных метров не облагается налога, в отношении квартир 20 квадратных метров и в отношении комнаты помещений 10 квадратных метров. Некоторые преференции останутся, но понижающий коэффициент через пять лет себя исчерпает и останется только тот реальный налог, который предполагался. А будет ли он существенно выше или ниже действующего, не берутся прогнозировать даже специалисты. Иван Подоницин, Петр Матвеев, Юрий Филиппов, НЛК Саха, Якутск.